Видео, подготовленное сайтом online-gdz.net. Всем привет! И сейчас мы с вами разберемся, как выполнять задание номер 1557. Нужно найти объем прямоугольного пролепипеда по формуле. В этой буквой латинской в математике и обозначается объем равняется А, В, С. Если А у нас равняется 2,81 дециметра, В равняется 1,76 дециметра, и С равняется 4,9 дециметра. Чтобы найти объем, нужно всего лишь в формулу, которая у нас записана выше, подставить вместо А, В и С их числовые значения. И тогда получаем следующее выражение. В равняется 2,81 умножить на 1,76 умножить на 4,9. И просто найти значение этого выражения с помощью микрокалькулятора. Поэтому давайте сейчас с вами в руки возьмем калькуляторы. Вот таким калькулятором мы сейчас с вами будем пользоваться. И начинаем последовательно вводить все наши числа. И вместо запятой на калькуляторе обычно стоит точка. Точка и запятая – это одно и то же. На вот этом калькуляторе у нас вместо умножить стоит звездочка, а на большинстве калькуляторов вместо умножить стоит крест. 2,81 умножить. Нажимаем на нашу звездочку. 1,76 умножить на 4,9. Равняется такое вот большое число. Большое в том смысле, что дробная часть у нас большая. Много цифр получилось. Давайте попробуем его прочитать. 24,23344,100. Также еще просят округлить ответ до сотых. Сотый – это вторая цифра после запятой в дробной части. Вот она у нас тройка. То есть после тройки цифры мы должны отбросить. Смотрим на цифру, которая стоит после тройки. Это тоже тройка. Весь вопрос в том, как отбросить. Просто бросить или тройку увеличить на единицу. Так как после тройки стоит снова тройка, а она меньше 5, то по правилам округления мы все цифры, стоящие после тройки, вот этой вот, просто отбрасываем. И в итоге у нас получается 24,23 дециметра в кубе. Объем у нас измеряется в кубических единицах. В данном случае у нас все параметры А, В и С были в дециметрах, значит, и объем дециметр кубический. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.